Не называйте друг друга оскорбительными прозвищами. Не бросайтесь друг в друга прозвищами. «Эй, ты толстяк, как ты?» Или «Эй, бледнолицый». И ты как бы ничего не имел в виду. И думаешь, что у него все хорошо. Но нет, не хорошо. Или, например, когда девчонки, с которыми ты общаешься, говорят тебе, «Ой, ты такая коротышка, такая милая». Поверьте, никто не оценит, если его назовут коротышкой. Даже если в конце добавят, «Это так мило». Никто вроде не имел в виду ничего плохого. Но настанет день, когда они уже отчаются в своих благих делах. И это будет судный день. Если вы совершали по отношению к ним какие-то злодеяния, они будут иметь право забрать себе ваши благие дела. Они не заберут их сейчас, но заберут в судный день. Смотрите, это особенно часто бывает среди друзей. Не называйте их по прозвищам. Даже если эти прозвища не обидные, не высокомерные. Если им не нравится это прозвище, не называйте их. Я много путешествую. И однажды я был в месте, где один человек вел себя неуважительно и, скорее всего, не знал, что такое личное пространство. Тот парень совсем не знал меня. «Эй, Науми, как ты, брат?» И я от удивления ответил, «Извините, что?» «Эй, Науми, все ок, брат!» «И я могу называть тебя так?» «Вообще-то нет. Моя мама называет меня Нуманом. Так что я предпочитаю, чтобы ты назвал меня Нуман. Если кто-либо и может назвать меня так, как им хочется, это будут мои родители, но не ты». Я не сказал ему, «Все хорошо, брат, потому что мне это не понравилось. А если мне это не понравилось, я лучше скажу ему сейчас, чем оставлю это на судный день». Исправьте это сейчас. Если кто-либо поступает так с тобой, исправьте это сейчас. Если ты поступаешь так с кем-либо, исправь это сейчас. Не называйте друг друга по прозвищам. И вот вывод. Скверно называться нечестивцем после того, как уверовал. Как ужасно слышать «Аль-Исмуль-Фусук». Обидное слово после того, как уверовал. Что же значит «Аль-Исмуль-Фусук»? Это одно единственное слово, которое может быть оскорбительным для кого-либо. И это страшная вещь для каждого, у кого есть иман. Другими словами, не могут сосуществовать вместе та гадость, которую ты говоришь, и вера в сердце. Ты не можешь иметь иман в своем сердце, который был приукрашен для тебя, и одновременно говорить обидные слова. Если ты не в силах контролировать свои слова каждый раз, когда ты расстроен, то это уже духовная проблема. То есть не просто обычная проблема, а именно духовная. Другая сторона этой же проблемы упомянута в этом аяте. Это «Как ты можешь использовать ужасные слова в адрес какого бы то ни было верующего? Ты не можешь использовать в адрес любого человека, который уверовал. Какие-либо ужасные слова, обидные слова, непозволительны в адрес любого из числа мусульман. А те, которые не раскаются, окажутся из числа несправедливых». Продолжение следует...